Сегодня я покажу вам самый простой, самый традиционный способ лепки глиняного сосуда. Побыть в роли мастера по выделке глиняной посуды мог каждый, кто присоединился к дистанционному уроку художественной школы. Главное было подготовить все необходимое. Один килограмм глины, обязательно деревянные инструменты, так как другим материалом заготовка будет липнуть, и жидкую глиняную массу, шликер. Если все это есть под рукой, то можно начинать. Ну что ж, попробуем следовать инструкциям. Для начала берем небольшой кусочек глины, сминаем его и раскатываем скалкой. Главное не забыть подготовить форму для основы из бумаги. Накладываем ее и все лишнее обрезаем. После того, как дно для сосуда готово, можно переходить к следующему этапу – раскатыванию жгутов. Именно из них и формируется глиняное изделие. Главное не забывать при нанесении каждого из них смазывать поверхность шликером. Так они скрепятся друг с другом, но и перебарщивать нельзя. Также делаю насечки. Кстати, можно обратить внимание, что сбоку форма начала расширяться. А для того, чтобы не забывать о форме, преподаватель художественной школы Ольга Патрушева советует положить образец сосуда прямо перед глазами. Также она рассказала и о том, как выровнять глиняную заготовку. Следующий этап – мы берем стек и стеком начинаем изделие выравнивать. Вот такой вот стек. Он в виде такого ножичка. С одной стороны он заострен, с другой стороны он рукой. Но если по другой нет такого инструмента, то можно применить и старый проверенный способ – работу руками. Важно запомнить, что выравнивание идет к середине как от нижней части сосуда, так и от верхней. А для создания идеальной формы преподаватель использовала губку с водой. Последний штрих – узор. Получился вот такой глиняный сосуд. Он сейчас еще находится в кожетвердом состоянии. Дальше он просохнет. Его можно немножечко шлифануть наждачкой. Опять же, такой технологический процесс будет еще и с делерами. И потом уже пойдет на утильный обжиг. К слову, обжиг – единственный этап, который не получится выполнить в домашних условиях, так как для этого требуется 850 градусов. Конечно, можно попробовать поставить изделие в духовку, благодаря чему ваш глиняный сосуд затвердеет, насколько это будет возможно. Добавим, онлайн-мастер-класс по лепке продлился чуть более получаса. Если у вас не было возможности попасть на прямую трансляцию, то можете посмотреть ее запись на YouTube-канале художественной школы. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал.